В четвертом каталоге, как мы уже видели, появилась новая серия вербена, более легкая, как раз на лето и весну. В отличие от вербены, которая у нас шла для зимы, вот эти вот крема, дневной и ночной крем, они обладают более легкими текстурами. Как раз то, что нам нужно для летнего и весеннего сезона. И плюс ко всему, они еще содержат в себя защитные факторы из ПФ-10. Также появляется новая уже четвертая тушь в серии Жар-птица. Она идет силиконовой кисточкой и в ее составе содержится касторовое масло, которое способствует увеличению роста ресниц. Также в скором времени появятся шариковые дезодоранты серии Асмантос и Роза, которые защитят вас от выделения пота на 48 часов. Это как заявлено. Но я отношусь очень с осторожностью к дезодорантам-антиперспирантам, потому что я не за то, чтобы блокировать выделение пота, потому что это негативно может сказаться в дальнейшем на молочных железах. И даже говорят о том, что вот такие вот дезодоранты, они способствуют возникновению рака. Выделение пота – это физиологическая особенность нашего организма, и он должен куда-то выделяться. Ни в коем случае нельзя блокировать выделение этого пота. Хотя здесь и написано, что устраняет запах пота, то есть в принципе он не блокирует, и контролирует потоотделение. Вот это вот мне немножко слово «контролирует потоотделение», оно меня настораживает. Все-таки, скорее всего, направлено на удержание пота внутри. Но я не за дезодоранты, я практически ими не пользуюсь. Если вы хотите пользоваться чем-то таким, чтобы устранило запах пота, то воспользуйтесь спреем женским для женского тела в компании «Сингара» есть. Он не блокирует выделение пота, но он борется как раз с теми бактериями, которые вызывают вот этот вот запах неприятной пота. А там уж выделяется, ну пусть выделяется, это в принципе естественная особенность нашего организма. Также появляется антиреселлюлитный массажер. Я даже не могу вспомнить, в каком каталоге, в какой компании, то ли в пятый, то ли в шестой. Он будет зеленого цвета. Перед тем, как им пользоваться, необходимо разогреть тело. Но это можно сделать в бане, и потом в течение 15 минут массировать те участки тела, которые вы хотите избавить от целлюлита. Детская одежда создавалась итальянским дизайнером Джермана Травата. И этот дизайнер, он сотрудничал с такими домами, как Макс Мара, Паул Шарк, Дольче Габбана, Труссарди. А также создавал коллекции детской одежды для Кико. Это итальянская марка детской одежды. И делала детскую одежду для Патрица Пепе. А с российской компанией данный дизайнер, он сотрудничает впервые. Детская одежда Фаберлик, она имеет свое собственное лицо. Если мы посмотрим, допустим, магазины детской одежды в каком-то обычном магазине, в каком-то обычном торговом центре, то, как правило, детская одежда на разных марках похожа друг на друга. А коллекция Фаберлик, она имеет свою собственную линию, свой собственный образ. И ее даже назвали образовательная одежда, образовательная тематика. То есть это не какие-то купленные лекала, не какие-то купленные образы и не плагиат, допустим, да, чего-то. Мы что-то взяли, налепили какие-то рисунки, как обычно делается, допустим, если взять футболки мальчишечки, неважно, девчоночи. Это берется, какие-то надписи пишутся, либо, допустим, какие-то картинки, мультики прикрепляются к детской одежде. То есть ничего, в принципе, не создается нового. То здесь от самой идеи до создания детской одежды – это целая такая вот история. И, в принципе, в самой детской одежде заключена история. И перед тем, как приступить к созданию детской одежды, Джермана Травата, она пошла в библиотеку и заказала книги об Ушакове. И, прочитав о нем информацию, она настолько вдохновилась вообще жизнью этого человека, морского офицера, что она даже плащи, которые у нас есть в коллекции для мальчиков, она сделала практически точной копии тренча русского морского офицера. И шеврон на куртке тот же самый настоящий, адмиралтейский. То есть вот настолько все продумано, настолько все сделано, и настолько вот детская одежда, она передает историю того времени. И вообще детская одежда, она разделена для мальчиков, увлеченных изучением природы и романтикой экспедиции, мы разработали капсулу Авентура. Что такое вообще капсула? Капсульная у нас считается, что детская одежда у нас капсульная. Что означает это? Так как вся наша коллекция, она идет детской одеждой в одном направлении, в одном русле, и с единой тематикой, то очень легко подобрать друг друга вещи, друг под друга вещи подобрать. То есть не составит это особого труда. И вот они создали капсулу Авентура для мальчиков, что в переводе с итальянского означает «Приключения», где рассказали об истории покорения Эльбруса, открытии источников минеральных вод на Кавказе и про уникальное озеро Рица. А для девочек создана капсула Примавер, что с итальянского означает «Весна, цветущая история Ливандии, топающих в Глициниях». Они из основы выбрали Крым и обыграли вот эту вот крымскую тему в детской одежде. И причем, что мне еще, знаете, понравилось, сейчас я вам такую выдержку найду. На одной из футболок для мальчиков будет изображена схема боя Примысика Лиакра. То есть это не просто даже одежда с какой-то единой тематикой, а с историей. И эта история не просто на каких-то словах, а именно в каких-то схемах, картах, образах, повествованиях. То есть все это написано. То есть это не просто, допустим, что-то с красивым каким-то принтом, да, какая-то вещь, а вот именно содержит в себе частичку истории, частичку рассказа и частичку образования. То есть ваши дети не просто могут с удовольствием носить эту детскую одежду, да, она красивая, но еще плюс ко всему подбегать там друг к другу и читать там, что написано на этой детской одежде и каким-то образом просвещаться, да, пропитываться вот этим духом нашей российской истории. Мне кажется, вообще потрясающая идея. Причем, если в предыдущих коллекциях были куртки, но они были без утеплителя, то в этот раз, в этой коллекции появятся куртки с утеплителем 120 грамм, которые даже можно носить при температуре 0 градусов и 60 грамм. То есть на все сезоны подойдет, ну, кроме, конечно, такой вот суровой зимы. Используется в детской одежде исключительно натуральной тканью и все окрашено натуральными красителями, что очень важно для детского организма, потому что те вещи, которые обычно мы привыкли покупать, и одежда, которая произведена там в Китае, хотя к Китаю нормально отношусь, и, в принципе, сейчас все производство, даже каких-то известных брендов сосредоточено в Китае, потому что там дешевая рабочая сила. Но сам факт, что много одежды, которая продается на рынке, она все-таки неизвестна какими красителями, с использованием каких солей тяжелых металлов вообще все это делалось, да, красилось. И что мы на себя носим, и что впитывается у нас в кожу, неизвестно. Здесь же используются сертифицированные натуральные красители. Причем это не только безопасно, но еще и очень удобная одежда, потому что есть там закусы для того, чтобы не поранить ребенка, есть разные утягивающие шнурочки внизу для того, чтобы ничего не поддувало вниз. Все продумано вплоть до мелочей. Детская одежда новой коллекции, она сейчас уже идет с распродажными ценами, как мы покупали детскую одежду старой коллекции, когда она была на распродаже. То есть соотношение цены и качества сейчас намного лучше, чем было с первой коллекции. Ну, потому что, допустим, сейчас футболочку можно детскую девичью, мальчишечью купить за 349 рублей. Я даже брала самую дешевую одежду, мне кажется, это Gloria Jeans у нас самая дешевая одежда, и Modis, наверное, это самые такие марки дешевые. Так вот, если мы возьмем цену консультанта на маечку, то примерно маечка обойдется в 260 рублей. Я помню, своему племяннику в прошлом году я брала на распродаже Gloria Jeans, тоже футболочки за 260 рублей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!